Я создал самую смертельную полосу препятствий в мире. Понятно, мистер Биста забрал русского ниндзю. И мой друг Мак попытается пройти её, не упав с 60 метров. Как будешь готов, Мак? Итак, первый прыжок! Блин, продолжать лучше. О, боже мой, я так высоко! Посмотрите, как трясётся платформа. Мы на высоте нескольких десятков метров. Смотрите. И это только первое из многих смертельно опасных, болезненных, абсолютно безумных полос препятствий, с которыми Мак столкнётся в этом видео. И если Мак пройдёт все шесть, он выиграет 800 тысяч долларов! Это безумие. Я бы не смог сделать то, что он делает. О, боже, меня чуть не задело! Он, может, даже первый этап не пройдёт. Ещё два прыжка! О, боже мой. Это последний прыжок. Не уверен, что допрыгнул. И, конечно же, он самый сложный. Там два качающихся молота и большее расстояние. Ты сможешь? Не уверен. Мак, на кону 800 штук! Это будет короткое видео! Сколько метров интересное расстояние? Парни, я боюсь, хотя стою на устойчивой платформе. Ха-ха! Как они это сняли, интересно. Я опять его пригласил. Да, он уже часть команды. Он в каждом же видосе буквально. Выси раньше времени! Да, я знаю, ректор. Вообще все шоу, мне кажется, на российском телевидении это адаптации западных шоу. Типа там, кто хочет стать миллионером, голос. Короче, мне кажется, единственное российское шоу это какой-нибудь КВН. Хотя и то я не уверен. Легкий из шести этапов! Идем дальше. Сложнее уже не будет. Соловьев тоже адаптация. Вообще-то будет. И Мак должен пройти все шесть полос препятствий, если хочет уйти с 800 тысячами долларов. Мак, готов? Не знаю! Ответ нет, ведь мы еще не поднялись на десятки метров. Опять вверх! Как я уже говорил, он гораздо сложнее. Снимай повязку! Что, где, когда полностью нашли? Перед тобой две игры, в которые ты играл в детстве. Бревно и перекладина. Тебе нужно... Кто играть такие игры в детстве? Брать одно из них и перебраться на эту сторону. И еще с ними строков. Мистер Бист переизобрел загадку с двумя стульями. Нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Если он по какой-то причине не пройдет испытание, то упадет с 30 метров в сетку. Как и в первом этапе. А его 800 штук сгорят. Джимми, полегче, бро, это всего лишь второй этап. То есть, выиграть 800 тысяч долларов не должно быть легко. Боже, чувак! Как, похоже, он выбрал перекладину. Страшно смотреть, как он спускается. Как только он повиснет на первой перекладине, пути назад не будет. Давайте посмотрим, зацепится ли он за нее. Каждый ходил в детстве по бревну на высоте 30 метров. Подтверждаю. Не смотри вниз, пути назад нет. Боже мой! Ну вообще, справедливости ради, дети реально вот на таких штуках лазили. Я лазил, по крайней мере. Но! Я думаю, там расстояние, типа, в 500 раз ближе было, чем тут. Хотя, хз, я просто не знаю рост его. МАК! О, не упади, прошу, не упади! Прошу, не упади! Ты сможешь! Бро, это безумие! Пока что выглядели по... Я знаю, что это сложно! Но смотри, деньги! Деньги вот тут! Ха-ха-ха! Ну, Мак, чем дальше, тем сложнее! О, нет! Боже мой! Мак, ты уже почти на полпути! Вспомни все те разы, когда ты проигрывал! Не делай этого с собой! Мак, если ты упадешь, придется искать нового участника! Боже мой! Так, осталось совсем немного. Так, длинное! Длинное! Блин, мне теперь хочется пойти на детскую площадку и попробовать, пролезу ли я так. Он уже близко! Опять же, очевидно, что там будет расстояние совсем другое. Но можно было бы лазить через две или через три и, типа, проверить таким образом. О, нереальный кадр! Прошу, не падай! Он так близко! Боже мой! Да, он реально нереальный кадр. Если вам интересно, кто мой психованный друг Мак, он участник двух предыдущих челленджей. И хотя он трагически проиграл в обоих, он стал любимцем публики. Поэтому я даю ему последний шанс реабилитироваться и выиграть эти деньги раз... Он что, еще ни разу не выиграл, что ли? ...и навсегда! У тебя одна рука, как вся лестница в длину! Добро пожаловать на третий этап! Что это, Джиммель? Возможно, твой худший кошмар. Видишь ли, до сих пор в этом видео все полосы препятствий были на силу, а ты в этом хорош. Но этот уровень проверит твой мозг. Нажми... Пу-пу-пу. Сейчас будет объяснение прикола с плитками из Undertale, а? ...и удерживай красный... Ха-ха, это смешно. Окей. Он выигрывал Lamborghini уже. Как видишь, на полу теперь высвечивается узор. Подожди, пока он полностью появится. Чтобы пройти дальше, тебе нужно будет пересечь комнату, наступая только на зеленые плитки. Отпусти кнопку. Нюанс в том, что ты будешь делать это полностью по памяти. У тебя ровно 30 минут, чтобы идеально запомнить путь из 44 плиток. 30 минут, чтобы запомнить? Это же элементарно. Случайно наступишь на... Можно запомнить это как номер телефона. На отступах, типа, клеточек. Твои деньги взорвутся. Я думал, ему типа 5 секунд дадут запомнить и все. Вот тебе щит. Боже мой. Он защитит тебя от бомбы. Запускай таймер! Вперед. И он пошел! С дождем все выглядит гораздо драматичнее. Так. Первый шаг! О! Стоп! Хватит! Говори, когда пойдешь! Мне это не нужно! Мне это не помогает! Я не поднял свой щит. Я не понял, он уже запомнился. Минута! Бро, ты можешь нажимать кнопку сколько угодно. Если ты не уверен в шаге, тебе лучше не взрывай свои деньги. Прошло почти 5 минут. Не надо. А ты еще на старте. Не надо! Мак, ты проходишь по плитке в минуту. Окей, спасибо, Карл. А там больше 30 плиток. Окей, окей. Хорошо, поехали. Окей. Ты точно уверен? Нет! В том, что деньги не взорвутся? Я не уверен! Блин, это буквально, кстати, карта на прохождение в Майнкрафте, но ИРЛ. Окей, ты все равно шагнешь? Я немного уверен. Он сходит с ума. Осталось 23 минуты. Пока ты сомневаешься, сделать шаг или нет, я хочу напомнить тебе, что это твой последний шанс выиграть 800 штук. Если ты снова проиграешь, мы тебя больше не позовем. А сейчас вперед или куда? Кого ты спрашиваешь, Мак? Жми, не знаю. Мне помочь тебе выиграть мои деньги? Не стоит, не стоит. К этому моменту Мак прошел так далеко, что одна попытка занимала у него не меньше шести минут. Что бы он ни делал, он все время забывал самый конец узора. Было вниз три. Один, два, три, четыре, четыре, бац! Думаю так. Это неизведанная территория, я сюда еще не заходил. У тебя девять минут, можешь вернуться и проверить, если хочешь. Я думал, это конец. Единственный путь отсюда, это вперед. Мне кажется, это... Мак. Да? Помнишь, как ты себя чувствовал, когда проиграл 700 штук, а потом 800 штук? Частенько об этом думаю. Так что ради душевного спокойствия, может, нажмешь кнопку еще раз? Решать тебе? Как только время будет, постоянно будете честно рисовать руку. Просто сейчас все тяжело в этом плане. О, ты идешь назад? Это последний раз. Да? Окей. Окей. Четыре, четыре, вправо два. Четыре, четыре, вправо два. Мак потратил половину оставшегося времени, повторяя узор снова и снова. Надеюсь, что его решение вернуться к началу в последний раз было не напрасным. Но когда Мак наконец-то решился на то, чтобы предпринять последнюю попытку... Право два, окей, вот. Хорошо. Времени у него оставалось крайне мало. Осталось меньше четырех минут. Меньше... Боже мой. Мак, думаю, пора. Не слушай никого, бро, только себя. С богом. Только ты и плитки. У меня реально сердце колотится. Это так напряженно. Четыре. У него было тридцать минут на это задание. Осталось меньше трех. Один неверный шаг, и он потеряет еще 800 штук. Четыре, четыре. Окей, четыре, четыре. Сюда. Один, два, три. Вот тут он застрял в прошлый раз. Боже мой, чувак, время на исходе. Еще есть время, еще есть время. Нормально. Вероятность взрыва очень высока. Так. Черт! Мак, осталось десять секунд. Стой, я не знаю. Окей, ты можешь прыгать. Просто прыгай. Нет времени. Прыгай. 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 Он знает. Ты успел. Да. Я рад, что он не меня поднимает. А вот иди сюда, иди сюда, приятели. На меня напали. А если бы Мак наступил на красную плитку? В общем, идем на четвертый этап. Пошли. О. Следующий этап может показаться безобидным, но я точно знаю, что он тебя уничтожит. Это. Вау. Четвертый этап. И хотя это полоса препятствий не в небе, но препятствия, которые ты здесь видишь. ВРЛ. Их много. Почти невозможно пройти с одной попытки. Поэтому у тебя есть два варианта. Валяй. Ты можешь попытаться пройти эту чудовищную полосу препятствий, и если упадешь в воду, то потеряешь все. Ммм. Или ты можешь держать мою плитку Фистаблс, и пока ты ее не уронишь, попытки не ограничены. Фистаблс звучит как плак. Только не отпускай плитку, когда упадешь в воду. Что может пойти не так? Ого. Он бы проиграл на первых двух шагах. Так что хорошо, что он держит лучший шоколад на земле. Блин, вот неправильно его держат. Кстати, я бы взял, и я бы его держал, типа, ну вот человечек, да? И типа я бы держал его вот так, как канатоходцы держат, чтобы балансировать, понимаете? Да, мы тут на всю ночь застряли. Но я этого не хочу, так что пора бы ему уже пройти бревно. Только вспомнил, ты должен быть в шлеме. Хотя шлема не нужен, чтобы знать, что Фистаблс лучше шоколад. Лучше надень его, а то еще умрешь перед камерой с моим продуктом в руках. А что бы то ни стало, не роняй плитку Фистаблс, которую можно купить в каждом Walmart по всей стране. Вы также можете купить Фистаблс через YouTube. Что там по ссылке ниже? Оу! А это что? Есть лишь один способ узнать. Попробуй. Это кажется невозможным. Бро, этот пролет просто нечто. О, 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 что происходит? А-а-а! Мак, надо залезть сверху. А, окей. Да. Гениально! Да, Мак! Мак не справляется, поэтому я покажу, как это делается. Вот как надо, Мак. Ты знал, что у шоколада Фистаблс семь разных вкусов? Воу! Мой любимый ментальный... Джимми, я, наверное, скоро к тебе присоединюсь. Пороу! Получилось! Обожаю шоколад Фистаблс. Не подумайте, я не пытаюсь перевести дух. Мак, единственное, что отделяет тебя от пятого этапа – небольшие красные шары. Я назвал их так, чтобы вайп-аут не засудили. И эти шары настолько сложнее остальной части этапа, что мы пригласили других блогеров опробовать их. И, скажем так, у них не очень хорошо получилось. Я никогда не умру! Забудьте все, что он сейчас сделал! Да, я тоже так подумал! Если не хочешь, чтобы твоя трилогия закончилась на шарах, то не отпускай Фистаблс! Удачи! Три, два, один. Мешная шутка, Тимфейка. Боже! Что, что, что он сказал? Что, что, что? Хе-хе-хе. Боже! Так, вторая попытка. Третья. Четвертая. Да! Нет! Шли часы, а Мак все падал. И падал. О, да! Я не знаю, заниматься этим часами. Попадал. Какой звук. Мы тут застрянем еще дня на четыре. И как бы он ни старался, он просто не мог ухватиться за третий шар. Мы так долго возимся, что солнце уже начинает всходить. Это твое наследие. Ты сможешь? Да! Да! Ему понадобилось три часа, чтобы забраться на этот шар. О, о, о! О, держись! Не урони плитку! Я не уроню плитку! О! 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 Да! Получилось! Нажми кнопку, а потом роняй плитку! Да! Боже мой! О! 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 Что ж. Тебе осталось пройти всего две полосы препятствий, чтобы наконец-то выиграть в одном из этих видео. Сложнее уже не будет. Не ври человеку, пожимая ему руку. Точно! Чтобы... Чуваки, еще 20 минут, сложнее не будет, хе-хе-хе-хе. Что мы делаем? Это был самый сложный этап, шучу, маку крышка, следующий гораздо сложнее. Сюда, мак, осторожно, смотри под ноги. Ну, куда мы идем? Вперед. Я ничего не вижу. Вперед, снимай повязку. Добро пожаловать на пятый этап. Что? Что это? Что происходит? Этот этап, как ты, наверное, понял, мы только что построили. Видишь ли, в прошлых видео у тебя были проблемы с равновесием. Ты отказался от бревна в начале видео и не смог пройти по вращающемуся бревну, не упав шесть раз подряд. Так что теперь тебе придется пройти не по одному, а по трём вращающимся бревнам и перенести все восемь мешков с деньгами на другую сторону. И если ты упадешь хоть раз, всего один раз, ты потеряешь всё. И прежде чем начать испытание, я упустил одну вещь. Будь добр, потяни за рычаг. И что будет, если я потянул? Просто потяни. Да. Да ладно. Мы проводим испытание на высоте 60 метров. Всё было хорошо, только не высота! Ощущение, что земля уходит из-под ног! Если честно, мне сейчас страшновато. Это жесть. Ты не был бы человеком, если бы не боялся. Боже мой, мы так высоко! Ты в порядке, Мак? Нет. Что не так? Такое чувство, будто я снова проиграю. Я... Ты просто не падай. Теперь опять ночи не 100% дали воду. Конечно, нет, безусловно не смог пройти. Я раз пять упал. А теперь их три, и мы на высоте 60 метров. На случай, если я упаду, спасибо, что дал мне третий шанс. Не знаю, благодарил ли я тебя когда-нибудь за это. Нет, ты просто на меня орал. Да, знаю, ты же меня в небо поднял. Что мне остаётся? Это очень мило. Но кажется, что ты тянешь время, потому что тебе страшно. Мак проиграл полтора миллиона. Посмотрим, превратятся ли они в 2,3 миллиона. Когда будешь готов? В таких ситуациях я вновь и вновь говорю одно и то же. С Богом. Когда он идёт, вся платформа трясётся. Почти, почти. Я пойду, осторожно. Чтобы ты сделал его вместе. Всё. И последняя часть испытания, о которой я не сказал Маку. Оказавшись на другой стороне, ты можешь перейти в финальный этап с той суммой, что принёс. Или, если хочешь рискнуть, можешь вернуться за добавкой. Вернись! Вернись! Он этого не ожидал. Здорово вышло, да? Что по-твоему мне делать? Нет, бро. Давай. Ты же смог. С первого раза оба мешка. Ты серьёзно? Тут 600 тысяч. Ты идёшь или нет? Как завещал Карл? Но это твой выбор, и если что, это не моя... Нет, я действую по совету Карла Джейкобса, звезды. Он идёт. О, мой бог! Идеально! Он совершил полный круг! Сегодня я либо буду спать с улыбкой на лице, либо не усну вообще. Вперёд! О! А пока Мак на высоте десятков метров рискует восьмиюстами тысячам, я расскажу вам о Сёркал. Самое крутое в Сёркал картриджи со вкусами. Вкручиваем их сверху, вот так, и ваша вода будет иметь любой вкус, какой захотите. Можно также регулировать интенсивность вкуса, поворачивая этот диск. Если установим его на три вку... Не-не-не, 100к на мешках это не килограммы, это доллары. Я думаю они не так уж... Блин! Теперь я хочу посчитать, сколько весит 100 тысяч долларов. Один грамм. Соответственно, если у нас 100 тысяч долларов, и они купюрами по 100, то это всего лишь килограмм. Если они купюрами по 20, то тогда это... 5 килограмм. У них по одному... Мне кажется, по 20. Ну, увидим, увидим, когда будут показывать. Мне кажется, по 20. Если по одному, то это очень тяжело, если по одному. Это типа... Это получается... 100... Нет, подождите, ну это бред. Вы мне хотите сказать, что 100 килограмм весит, что ли? Да ну не. Да ну не. 10? 5 или 10. Да понятно, что фейковые купюры, но просто вес-то у них такой же, скорее всего. Вкус будет легким. Карл, установи на девятку. Джейми, крайне насыщенно. Очень много вкуса, а значит... У меня есть идея! Карл! О, вот так. Я знаю письма. Не могу поверить, что он их бросает. О! Уже четыре. О, сработало. Чувак, вот бы бутылки были новых цветов. У Сёркал 5 новых цветных бутылок. Они уже в продаже. И снова привет. Пока. Если хотите попробовать Сёркал, зайдите в ближайший Уолмарт прямо сейчас. Ведь я убедил Сёркалу строить крупнейшую распродажу, но лишь временно. Так, Карл, готов снова принимать? Не спеши. Поверить не могу, что он бросает их на такой высоте. Каждый такой бросок — это 100 тысяч долларов. Отлично, чувак. Готов закончить? Давай. Хочешь остаться там и пройти дальше? Или вернёшься сюда? Вот где начинается риск. Можешь пойти с Карлом и продолжить бороться за 600 штук. И, опять же, забрать последние 200 тысяч и рискнуть всем. Чувак, ты справишься. Да, это маг, которого я знаю. Окей. Черт, вообще, чувак! Ты же прошёл, чего злишься? Потому что я едва прошёл. Он здесь. Неси деньги, детка! Ладно, заберём их. Без колебаний. С Богом! Он пошёл! Он пошёл! Не спеши, бро, всё норм. Е-2, Е-4. Это уже привычное дело. Да! Да! Готов принимать? О, да! Заберёт всё, а? Да, чел. Думай, ногах. Не упади. Хорошо. Я иду к тебе. Готов? Окей. Все деньги на той стороне. Теперь ему нужно просто пройти, не упав. Три. Два. Один. О! Получилось! О, боже мой! О, боже мой! Ну что? Думали я всё? Мы ещё не закончили, детка! Вперёд! Не радуйся раньше времени! Ты всегда проигрываешь на последнем испытании. Снова я не облажаюсь. Вперёд! Сопришли. И вот пришло время для финального испытания. Макс снова с завязанными глазами. Но по шуму вы, наверное, уже поняли, что мы снова поднимаемся. Мы на вершине! Ещё пара шагов! Ещё пара шагов! Снимай повязку! Узри! Финальное испытание! Это, безусловно, самая безумная полоса препятствий во всём мире! Видео! Блин! Чувак! Это... Это... Безумие! Я не буду тебя винить, если ты испугаешься этой полосы! И раз ты прошёл через многое не только в этом видео, но и в прошлых! Включая пауков, утопления, полуны, лазеры и, конечно же, печенье! У меня для тебя есть кое-что! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оооо! А если проиграешь сейчас, то два миллиона триста! И никаких попыток в будущем! О! Он его выбросил! Теперь зная это! Ладно! Нам эта штука не нужна! Пути назад нет! Каждое испытание в каждом видео сводится к этому моменту! Что бы ты выбрал? Смотря сколько времени на печенье! Не, я это не смотрел! Ну, конкретно! Уооо! Сделаем это! Для начала, перед ним две трапеции, а затем жёлтая платформа! Финал один! Либо ты победишь, либо упадёшь! Это будет нечто! Хорошо! Поехали! Вот это реально сложно выглядит за счёт того, что они двигаются, кстати! Он прошёл! Дальше будет легче, да? Ага! Только не смотри вниз! Посмотрел вниз, как только я это сказал! Погнали! О! Безумие! Кстати, маг, я говорил тебе, что пригласил твоих маму и папу! Они смотрят внизу! Давай! Давай! Прыгай! Ты сможешь! Боже мой! Боже мой! Следующую конструкцию я называю Стена Смерти! Оригинально! О, чёрт! Тут нужна стратегия. Он может лезть вверх или вниз, или прямо поперек. Если вы вдруг забыли, камеру вниз. Мы все еще на высоте 60 метров. Боже мой, это безумие. О, не отпускай руку! О, меня аж трясет. Тебя трясет? У меня руки потеют, пока я смотрю. О, мне плохо. О, меня тошнит из-за этого. Боже, эти планки такие маленькие. Почти уцели. Да! Мам, все хорошо? Да! У меня так руки устали. К счастью для тебя, впереди еще четверть футбольного поля. И тебе понадобятся силы для всех оставшихся уровней. Здесь все зависит от того, когда ты отпустишь круг. Если отпустишь слишком рано, упадешь. Мак, ты сильно трясешь руками. Лучше побереги силы. Ты знаешь, как все устроено. Самое сложное еще впереди. Не знаю, черепелька суток. А теперь огромные молоты. Они просто гигантские. Я вижу, что ты вернул моего друга бревно. Если его ударят, у него нет шансов. Что ты делаешь? На что это похоже? Голова! О, Боже мой! Это наверняка даже не страшно! Вау! Да! Да! Теперь ты в финальной части шестого этапа! Слушай, я знаю, что ты отказался пробовать печенье. Но, учитывая твою историю с этим печеньем, я просто не удержался и вернул его в последний раз. Ты чего уже предлагал? Зачем предлагать двое-то? Не нужно? Ну, я знал, что ты откажешься. Любой разумный откажется. А как туда попасть? Прыгай! А, как еще туда попасть? И с каждым прыжком расстояние увеличивается. И если этого было мало, я сделал так, чтобы каждое печенье становилось меньше с каждым прыжком. И друг от друга их отделяет лишь трапеция и 60 метров падения без страховки. Ты справишься, Макс! Ты сможешь! Четыре прыжка! Увидим, разбогатеть ли, Мак. Ры были, да. А нет, стоп, шаров не было? Ну, то есть, которые наши в видосе были? Батин! О, Боже мой же! Он едва не упал! Это было жутко! Одно прошел, осталось три. И Мак чуть не проиграл на самом большом печенье. Помните, что печенье становится меньше с каждым прыжком? Не позволяй истории повториться, ведь это будет твое последнее падение. Как видите, перекладина находится в недосягаемости Мака, поэтому ему нужно прыгать. И если он пропахнется в воздухе, все кончено и уйдешь домой ни с чем, кроме стыда. Окей, уу! Он сильно раскачивается. Не раскачивайся слишком долго, Мак! Тебе нужно будет поверечь силы для зонтика! Трещина на звезде тебе ничего не напоминает, а? Ты в финале, Мак! Эти два печенья сломали тебя так же, как ты сломал их! Ты играешь сейчас, и шанс выбраться из тьмы исчезнет навсегда! С Богом! С Богом! Он прыгнул! Давай, Мак! Итак, финальный прыжок! Вдвое дальше предыдущего! Пожалуй, самое большое препятствие в жизни Мака — зонтик! Бан или пропал! Он либо выиграет 800 штук, либо сага закончится! И все это было напрасно! Твоя семья болеет за тебя! Все дома болеют за тебя! Три! Дышать не могу! Два! Один! Я думаю, он прыгнет! Прыгнул! Боже мой, он так далеко от печенья! Не могу смотреть! Дышать не могу! К твоему сведению, осталось 60 секунд, Мак. Какую же они сделали просто! Блин, там купюры по доллару, реально! Погоди, что только что произошло? О, нет! О, нет! Я даже не знаю, что делать! Там из морга! Ха-ха-ха! Я такой идиот, чувак! О, боже! Я сделал этот влажный! Помню, Люка! Падуху надо было! Ха-ха-ха! О, боже мой! Ты смог! Ты смог! С третьей попытки! Наконец-то! Он смог! Впервые он держит в руках деньги, которые выиграл! Да! На что ты потратишь эти 800 тысяч долларов? У меня есть три друга, друзья детства! У них не так много денег, я хочу, чтобы они больше не беспокоились о них! Моя жизнь изменилась! Поздравляю, чувак! Ты это заслуживаешь! Изменилась навсегда, бро! Чувак! Так сколько там всё-таки? Пользись о них! Моя жизнь! Это выглядит как один, наверное, всё-таки. На психолога! Ха-ха-ха! Поздравляю, чувак! Ты это заслуживаешь! Всегда, бро! Чувак, спасибо! Ты это заслуживаешь! Спасибо тебе большое! Да! Да, чувак! Да! 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 Смотрите, как они рады! Ой, я люблю вас! Я буду рад! Я сделал, бро! Мама! Спасибо! Я смут! Я никогда не был так рад! Блин, не знаю, его уже одели. Надо потерять 800 тысяч долларов! Поздравляю, чувак! У-у-у! Блин, видео получилось таким интересным, что я даже не доел, пипец! Я просто смотрел его. Спасибо, Лоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо